Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором всегда есть что посмотреть по танкам. Про крутые рулеток, открытие контейнеров, зацен всех ивентов, ну и обязательно обсуждение всех товаров в магазине. Кроме того, ребят, обсуждаем все новости, ну а некоторые даже анонсируем. Все это вы найдете на канале и хотите не пропускать, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Вышла рулеточка на могильщика, сам могильщик тачка классная, интересная, но только если играешь на ней против шестерок и семерок. Если попадаешь против восьмерок, понятное дело, что тебе начинают делать больно, но не справляется он ни по броне, ни в отношении урона, который может наносить. Здесь обалденное орудие на 6 снарядов, которое молниеносно перезаряжается менее чем за одну секунду, ну и стоит отметить, что время перезарядки всего магазина в целом составляет 11,5 секунд в его базовом значении. Единственное, что урон, всего лишь 90 единиц, но если вы играете, как я уже сказал, против шестерок и семерок, то этого больше чем достаточно. Ну а против восьмерок, понятное дело, уже не вытягиваешь. Что касается ценника, и кстати, обратите внимание, разработчики поменяли внешний вид за цена стоимости прокрутов. Здесь уже нет типичной нам горизонтальной линейки, просто вертикально выставили ценники за каждый прокрут. 11 прокрутов суммарно в рулетке, 9 прокрутов вам обойдутся в 8 130. На последние 2 прокрута будут отведены вам главные награды, скорее всего, по крайней мере, по шансам выпадения. И здесь эти 2 прокрута будут стоить еще 5,5. Таким образом, полностью вся рулетка, вот все, что в ней есть, обойдется вам в 13 630. Я считаю, что если рассматривать данное предложение просто как комплект того, что ты покупаешь, если будешь идти до конца и на последнем прокруте заберешь самого могильщика, это действительно очень дорого. Реальная стоимость могильщика, чисто как фановой машины, ну пускай 5000 голды, это как максимум. Компенсация за него 2500, потому что это коллекционка. Что касается шансов выпадения, то всего лишь 0,08. Ну и такой же скудный шанс выпадения на огнегарпун, который, кстати, очень круто смотрится на могильщике, но мне больше нравится, когда над могилой летают летучие мыши. Это на вкус и цвет. Что касается всего остального, то здесь больше, в принципе, ничего нет. Да, есть бустеры, 50 бустов на свободку и 30 бустеров на прокачку, но я бы не сказал, что это действительно что-то крутое. Два аватара, один тематический, а именно капитан Дебошир, который, ну еще хоть как-то имеет отношение к могильщику, а что здесь делает анимированный аватар Медный Воин, который, в принципе, должен лежать где-нибудь в комплектике или в рулетке на китайскую технику, я, честно говоря, не совсем понимаю. Есть внешний вид, который к машине никакого отношения не имеет, на могильщике внешку поменять вы не можете, ну и, короче говоря, одевается на какую-то другую тачку, которая есть в вашем ангаре. То есть положили просто для того, чтобы слот занять. То же самое касается и 50 тысяч серебром. Ну, данная сумма не является значимой и, по большому счету, на какой-нибудь восьмерке вывозится вполне спокойно за один бой. Я имею в виду премиумную машину. Я не собираюсь сильно крутить рулетку, буду делать это на своем твинковом аккаунте, потому что на основе могильщик, слава богу, уже огромное количество лет присутствует. Ну и, соответственно, после того, как покрутим, обязательно перейдем ко мне на основу и там покатаем могильщика в реальном рандомном бою. Что касается вероятности выпадения. Я покручу буквально пару раз и уверен, что могильщика за эти прокруты я не заберу. Ну, просто сама рулетка такова, что навряд ли разработчики за такую сумму полной стоимости рулетки готовы отдавать машину одной из первых. Но если вдруг вам выпал могильщик на первых прокрутах, радуйтесь, потому что тачка действительно интересная и досталась вам, в принципе, за небольшую сумму. Я пока забираю, как видите, 50 тысяч серебром и 2 тысячи свободного опыта. Не считаю, что это нормальное приобретение, не считаю, что это нормальный обмен. Если вы играете и прокачиваете танки, то, наверное, будет гораздо интереснее, если вам выпадет, допустим, 7 дней према. Поможет прокачать какую-нибудь веточку. Бустеры, ну окей, хорошо, пусть будут. Прокручиваю еще на 500 голды и, наверное, на этом, ребята, я буду останавливаться. Дальше прокруты идут 750 голды, 1000 голды. Я не готов ни 750 золота, ни 1000 голды, а уж тем более те ценники, которые выше, отдавать за такие вещи, как анимированный аватар, внешний вид, 250 тысяч серебром. Просто не вижу в этом никакого смысла. Предлагаю перейти просто на мой основной аккаунт, ну и там покатать могильщика, для того, чтобы посмотреть, на что он реально способен. Вообще, в принципе, могильщик довольно-таки неплохо способен. Он действительно может классно играть, он действительно может давать хорошие результаты по бою, но в целом это все связано с тем, что могильщик на своем уровне классно играется. Что можно сказать про внешний вид? Как я сказал, здесь по внешнему виду ничего поменять не сможете, сможете только поставить себе какие-нибудь обвесики. Если это будет огнегарпун, который вы заберете из этой рулеточки, то выглядеть это будет вот таким вот образом. Ну а мне, честно говоря, больше нравятся летучие мыши, если на то пошло, то не знаю, как-то тематически больше подходит. Хотя, опять-таки, повторюсь, исключительно на вкус и цвет, а о вкусах, как правило, не спорят. Что можно сказать про его возможности в отношении орудия? По орудию здесь прикольно, классно, достаточное пробитие, прикольная скорострельность, ты играешь на таком себе пулемете, только при этом всем ты еще этот пулемет контролировать можешь. То есть здесь у вас 6 снарядов, которые вы можете выпускать в разных соперниках, в зависимости от того, кому вы сейчас хотите наносить урон. Время перезарядки, ребят, у меня в данном случае, с учетом установленного всего, составляет 11 секунд. Это классное время перезарядки для барабана в целом на седьмом уровне. Ну а что касается времени перезарядки между собой снарядов в магазине, то, как я говорил, менее 1 секунды. При этом всем стоит отметить очень скудный угол склонения орудия вниз, минус 5 от башни, не поиграешь однозначно, да и на неровностях будете чувствовать себя немножко дискомфортно. В целом, вполне играбельно, и в свое время до появления на уровне такой тачки, как Лесная ведьма, могильщик был моим любимчиком. Я на могильщике откатал огромное количество боев и получал массу удовольствия от этого. Ну что, берем тачку и поехали смотреть, на что она способна. Ну что, будем начинать, и сразу забегая наперед, бой не будет явно очень простым. Играть будем против огромного количества восьмерок, целых 5 восьмерок против нас. И нам, как семерке, да еще и той, которая против восьмерок тяжело играется, будет не сильно комфортно и приятно. Какие основные минусы я могу озвучить по данной машине? Ну, однозначно угол склонения орудия вниз. Оно, в принципе, если вот так вот посмотреть, то и не гнется особо. Ну, в общем, выцеливать не очень приятно. И вот сейчас, поднявшись, допустим, на мост, а другого варианта у меня нет, с моста я не смогу выцеливать нормально, не выпячиваясь вперед, тех ребят, которые находятся за мостом снизу. Это действительно неприятно, и поэтому приходится ждать соперников, которые будут сюда подъезжать поближе. Стоит отметить, что у могильщика есть еще одна очень большая проблема, которая связана с тем, что у него крайне-крайне странное время сведения. То есть, время перезарядки снарядов между собой просто шикарное. А вот время сведения не сопоставимо со временем перезарядки. Говорю это к чему? Говорю к тому, что на дальних расстояниях на могильщике очень сложно отыгрывать. После каждого выстрела, когда ты уже готов стрелять, потому что дозарядился следующий снаряд, ты вынужден ожидать, пока орудие сведется. Если ты будешь делать выстрел без полного сведения, то в основном ты будешь мазать, ну и, соответственно, будешь просто выкидывать свои снаряды куда-то, как говорится, в молоко. Поэтому отыгрывать на дальних расстояниях не сильно комфортно, не сильно приятно. Ну и, соответственно, из этого делаем вывод по поводу того, что могильщик это все-таки больше танк ближнего боя, и на нем не стоит находиться где-то прям совсем вдалеке от соперников. Самое классное, куда вы можете попасть в виде боя, это, безусловно, бой против машин своего уровня, в котором вы можете действительно классно себя показывать, и при этом все вам необходим. Один хотя бы союзник, который будет отстреливать по соперникам и держать их, так сказать, в узде, пока вы перезаряжаете свой барабан. Ну и желательно, понятное дело, находиться вблизи к своим соперникам, для того, чтобы время сведения орудия не доставляло каких-то хлопот. Ну, то есть, приехали, уперлись в своих соперников, ну и дальше спокойненько их разбираете под прикрытием своего хотя бы одного союзника. Желательно максимально скорострельного. Очень круто тачка себя показывает против шестерок-семерок на направлении легких-средних танков, там, где, в принципе, могильщику и место, потому что стежами справляться тоже не очень легко получается. Так, сдавай назад. Не хочешь, да? Ладно, тогда уйдем на перезарядку и поедем немножечко поближе. В общем, в направлении легких и средних танков танк показывает себя просто великолепно. Ты просто приезжаешь на какую-то линию, встречаешь там своих соперников и бодро, классно их раскидываешь. По углу склонения, как вы видите, вот сейчас, находясь на вот этом вот небольшом, в принципе, подъемчике, я уже БЗ выцеливать нормально не могу. То есть, у меня орудие туда просто физически не достает. Что касается пробивания брони соперников, то по бронепробитию особых нарицаний тоже нет. С учетом того, что при полном сведении орудие является вполне себе точным, вы абсолютно спокойно, нормально можете это делать и никаких хлопот, забот у вас с этим явно возникать не будет. Так, надо сваливать, надо сваливать. Попытаюсь уйти, боюсь, что не успею. Но хотя бы попробую. Остался я один против двух соперников, и это две восьмерки. Понятное дело, что не вытяну, но попытаюсь сделать еще хоть что-нибудь. Не могу сказать, что даже вот такие проигрышные бои не доставляют мне удовольствия. Он фанит, он веселит, и даже если ты проиграл, ты все равно получил удовольствие. Ну, по крайней мере, так происходит у меня. Если вы смотрите на танки через другую призму, то, понятное дело, что могильщик вам однозначно не понравится, и, скорее всего, будет лишним в вашем ангаре. Стоит ли крутить рулетку ради могильщика? Ну, я бы сказал так. Стоит попробовать забрать себе могильщика за какую-то минимальную цену. Ну, минимальную цену уже определяйте самостоятельно. У каждого свои минималки, у каждого свои финансовые возможности. Но пару прокрутов, в принципе, сделать можно. Глядишь, мало ли, фортанет, и вы будете одним из тех, кому могильщик достался из рулетки по какому-то там совсем бросовому ценнику. Не успел отъехать назад, несколько тычек закинул, но, к сожалению, сами понимаете, против барабана Аймиля далеко не попрешь. Особенно, если ты играешь на тачке, которая ниже по уровню. Касательно того, какие результаты вы будете получать по бою. В основном, могильщик от боя к бою играется одинаково по количеству наносимого урона. И я не могу сказать, что вы будете плестись где-то в конце. В подобных боях, понятное дело, вы не будете занимать лидирующие позиции. Хотя, опять-таки, все зависит от того, как сыграют ваши союзники. Ну, а что касается победных боев, то море фана, удовольствия и хорошего настроения вам обеспечено однозначно. Особенно, если вы еще и несколько фрагов сделаете, как это было сейчас у меня. Обязательно похвалим наших союзников, которые делали все возможное для того, чтобы победить. Ну, и обязательно похвалим наших соперников, которые красиво победили. И мне бы хотелось, чтобы такие союзники были в моей команде, когда я захожу в бой. Спасибо, ребят, большое за то, что составили компанию в этой катке. Могильщик. Машина неоднозначная, многим не заходящая. Я больше, чем уверен, что на огромном количестве YouTube-каналов вы услышите по поводу того, что могильщик это неиграбельный танк, не доставляющий удовольствия, портящий статистику и так далее. Но если вы за фан, за веселье, если вы за нестандартные машины в нашей игре, которые кардинально отличаются от всех остальных и не являются какими-то перерисованными машинами из тех, которые в игре уже присутствуют, а хотите чего-нибудь абсолютно экстраординарного, то, наверное, могильщик один из лучших в этом списке. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok